Миромир Игнатьевич Ильич, вы меня слышите? Я слышу и вижу. Добрый день. Добрый день. У нас еще утро, правда. Игнатьевич, у меня вот парочка вопросов возникла, хочу вам задать. Вы не против? Я не против. Я только маленький вопрос сначала задам. Вы знаете, что у нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. А почему вы расстегнуты? Ой, тут две причины. Или шею толстая, или рубашка маленькая. Нет, хватит, хорошо. Значит, пришейте в следующий раз. Хорошо. Все, слушаю. Первый у меня вопрос возник, это повенчание. Я в прошлый раз там выходил, мы с вами разговаривали, я вам говорил, что хочу повенчаться с женой, потому что живем уже столько и не венчанные. Есть какие-то особенности, на что надо обратить внимание? Это вы мне вопрос задаете? Да. Значит, были ли вы до этого венчаны? Первый вопрос. Нет. Нет, значит, а жена ваша венчана была? Нет, тоже не было. Ну вот, значит, до этого один вопрос был, там церковь такие допускают, подготовиться, знать какие дни. Во время поста нету. Пасхальная неделя кончится, и можете пойти и повенчаться. Но, но тут еще одно, чтобы заранее договориться со священником, чтобы это было бесплатно. Бесплатно. Если он не соглашается, не венчайтесь там. Это симония, вы будете участвовать в грехе. Вы таинство сделаете бесполезным. Вы ему скажете, скажите, вы помещаете, я в долгу не останусь. Я знаю, что вы работаете, надо. Я скажу, и больше заплащу. Но потом, когда я увижу, что это все уже забыто, и вы это обязательно выполните, десятину отдайте. Ему же на что-то жить надо. Но чтобы это никак не касалось таинства. И второе. Чтобы венцы были надеты на голову. И кто-то сзади держал. Скажите, батюшка, нам венцы обязательно надеты, чтобы мы были венчаны. Чтобы не фикция была. Это вот, хотя бы примерно, вот это вот нужно. Если есть у вас дети уже нажитые, чтобы они были там же. И дети, как правило, ходят вместе с родителями. Игнатихович, я сейчас быстренько выйду, через буквально 30 секунд вниз у меня батарея разведилась. Я подключусь и к вам выйду сразу. Это плохо. А сейчас не можете никак? Сейчас минутку только вниз бегать надо. Вы не выключайте, идите, не выключайте пока. Я немножко еще скажу о бракососчитании. Когда придете, будете слушать ролик, вы увидите в этом. Вот, венчание, бракососчитание на нашем форуме. Там много видео, много фотографий, и вы это все увидите и описано. Инеид считает, что верующие, то лучше одному быть. Это правильно, апостол Павел говорит об этом. Если Христос сказал слово свое, то мы должны его выполнить. Вот в раю Бог сказал, нехорошо человеку быть одному. Вы потом послушайте, когда будете слушать, я время, чтобы зря не тратить, продолжаю говорить, это запись будет в ролике в этом. Вы все это найдете. Сегодня наоборот, говорится, Павел говорит, хорошо оставаться, как я. В раю нехорошо было одному, а сегодня лучше одному быть. Почему? Не женатый заботится о Господнем. Как угодить Богу? Только в этом случае. А если он не женатый для того, чтобы как бесхвостый кобель везде прыгать лазить, тогда лучше жениться, чем разжигаться. Тут надо смотреть, что нам говорит об этом Господь Бог. То есть на нашем форуме очень много, ну, не на сайте, да и на сайте есть. И на форуме там видео, аудио. Зарядить только венчание или бракососчитание, два слова такие. И вы там увидите, как у нас венчание было и в Потеряевке, притом не одно, и вообще, что оно означает. И дальше, как себя вести надо. Сразу настроиться на то, чтобы не быть подкаблучником, чтобы жена тобой никогда не командовала. Если у тебя это было, а обритые, как правило, подкаблучники, чтобы никогда этого не было, сразу скажи. Мы сходимся не один день. Я голова, а ты тело. И священник будет считать, что жена да убоится мужа, чтобы она тебя боялась. Боялась, как? Ну, не то, что ты там после получки придешь, гонять ее будешь. А к тому, чтобы не оскорбить, не обидеть, чтобы у тебя было всегда хорошее настроение. Ты приходишь с работы, усталый, чтобы она тебя с радостью встретила. Повода я никакого не давай против самого себя. Если вы живете, что вместе нажитое, если у вас была регистрация, значит, это ясно дело, закон решит, там все пополам будет. И поэтому нужно везде поступать справедливо или уступить лучше. Но в вопросах руководства, конечно, надо рассуждать, говорить, но последнее слово за вами. Она напишет письмо, не должна отправлять, пока вы не прочитаете, не поставите аминь в конце. Вы ее сразу предупредите. Скажи, подкаблучником не буду, иначе мы обои погибнем. Эта пирамида перевернута кверх ногами будет. Значит, в основании ее определенное показано. Жена есть, говорит, нуль. А мужчина, это цифра. Если, говорит, этот нуль поставить сзади, она позади. Ты, допустим, у тебя два таланта, а она сзади 20. А если ее впереди поставить, 0,2. Даже математики высчитали, как не полезно, чтобы женщина руководила мужчиной. Почему Исидор Пелосиот говорит, женщина, даже на другом уровне, она понимает, чем ты с рожей с ней обращаешься, по справедливости, тем больше она к тебе привязана. Обычно женщины, которые любят командовать, они легко высчитывают на другом уровне уже, что это такой он хлипкий мужичонка-то. И она к нему расположена. И он тогда всю жизнь, говорится, под подолом сидит, под каблуком у ней. Это не годится. Ты муж, и у тебя есть тоже чин. Ты должен зарабатывать хорошо, на двух-трех работах работать. Это кратко, что я хотел бы сказать. Основное в Боге. Это помощница. Чтобы не было препятствия в молитвах. Я мирское объясняю и плотское. Слушаю. Ну, в принципе, я... С лященником мы уже ходили с женой. Мы уже проговорили все на 8 число у нас с лящами. То есть ни за какие деньги разговора не было. Ну, мы этому священнику и десятину относим. Он, наверное, знает. Поэтому вот и на это ничего не сказал. Вы ему скажите, что без денег ни копейки, ни в кассу, нигде. Никак. А вот пройдет там сколько время где-то. Скажешь, как десятину, я обязательно отдам. Но за таинство нельзя. Это симония. Это смертный грех. Это не я устанавливаю. Ну, так. Теперь, Игнатий Ильич, второй вопрос такой. Вот мы венчались с женой, да, с полным погружением. Но где-то было примерно... Там воды, ну, немного по пояс было. То есть на нас, когда венчались, погружение было полное. Ну, с головой все. Но нас не как, вы говорите, вертикально было. А было, как наклоняли вниз. Потому что, ну, чуть-чуть наклона было. Потому что там невозможно было... Если дальше, там уже была очень пропасть. Ну, как... Ну, надо, чтобы погруженные были. Это вот это главное. Да, погруженные. Такие условия там, может быть, в ванне вас положили. Но не назад. Нет, нет, вперед. Никак. Это сектанты придумали. Такого образа крещения никогда в церкви не было. Мы крестимся не в положение во гроб, а в смерть. А Христос умер, стоя на кресте. Это внешняя форма. Мы об этом говорим. Но условия не позволяют. Тогда другое дело. Условия не позволяют, как в тюрьме, и обливание допускается. Но когда ты раздетый, и три ведра на тебя вылиты. У тебя выхода нет. У тебя завтра расстреляют. Теперь мне душа спокойная по этому. Потому что и жена уже тоже говорит... Это настоящее крещение. Подданное. Хорошо бы, если вы взяли справку, что вы были с полным погружением крещены. Чтобы у вас был документ. Ну, мы поедем туда. Попожай. Я это сделаю. Да, оно погодатное и не повторяется. Крещение единое. Единое крещение. А если не было погружения, крещения не было. Слово крещение это погружение. Другого перевода нет. У меня еще такой вот вопрос, Игорь Тихонович. Ну, почему-то всегда я хочу какие-то вопросы задать. Вы их постоянно с кем-то уже озвучиваете. Я говорю о церкви нашей, в которой вообще в церковь мы ходим. И, ну, честно говоря, вот пришел... Я лично понимаю так, что если в церковь пришел, ты выйди из церкви, то он хочет капельку чего-то вынеси себе. Хотя бы чего-нибудь, знание тоже Святого Писания. Но я выхожу, честно, и, ну что, все, что там я понимаю, там, ну, если прочитаю, там, отче нашли и так далее, то, что есть. А остальное, что читается, ну, сколько я уже хожу, я не понимаю. Просто-напросто не понимаю, потому что, во-первых, вы сами знаете, что такое старостовянский язык. Раз, и второе, как они читают. И вот после этого я вчера даже ваш ролик смотрел, что почему-то молодежь, даже у вас какие семьи верующие, и то дети, считаю, где-то и виноват подростки, и не хотят идти. А что говорить уже за эту церковь, когда они заходят туда, они... Ну, что они возьмут? Он зайдут, он прочитает ему что-то, и все. Ну, знаю, там, символы, 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 почитают, отче наш. А дальше то, что они ничего больше не принимают. То есть, они раз зайдут, они посмотрят, что, ну, это не наше, как они узнают. И почему это не меняется, честно говоря, я не понимаю. Вот вместо вот этих СД, которые вас нападают, они хоть в церковь ходили, они хоть видели, что там творится или нет? Что там можно, как людей к Богу приводить? Ну, сначала себя надо привести. Как? Вот вы говорите о себе сначала, для одного, скажем. Есть книги. Это не старославянский, а церковнославянский. На старославянском вы ни одно слово не поймете даже. Это церковнославянский. Я просто ошибся, это церковнославянский. Да, теперь есть специальные книги, разъясняющие богослужения. Если вы один даже раз прочтете, все равно многое уже можно понимать. Есть вот у нас, допустим, все библейское считается на русском языке. А почему дети уходят? Почему уходят? Причин много, но главное, человек не избран. Это проявление. Если его учат, проповедь, все, а он тянется в сторону, здесь объяснений никакого нет. Что сравнивать? Мир бешеный. И вот у нас какой порядок, какой что. Уходят, во-первых, там, где родители, в чем-то не ладно. Один, допустим, баптист, а другой православный. Но сейчас дети обязательно ходят в церковь. Вот у нас одни есть, он баптист. Я с ними занимался, жена покаялась, стала православной. Ну, получается так, у них шесть детей, четверо, четко православная. Один никакой там пьет и курит, и матерится. А один баптист. Ну, так, три дочери, они все православные. И сын, член нашей общины. Они оба верующие к Богу. А бывает так, он не верующий, а она верующая. У нас такие есть. Дети подрастают, уходят. Почему? Не избранные. Раз, а во втором, за это кто-то ответит. Но они впадают, даже у мирских лучших бывает, которые ничего не слышали. Дети у меня эти были в лагере, подрастают. Они безразличны, всегда стоят, они ничем не интересуются. А если бы ходили они на занятия. Вот на занятия, мы говорим, они не идут. Хотели там отдельно молодежь, и мы увидели. Я никогда не лезу в это дело-то. И там такой человек, было время, занимался. Он враг просто, враг. Прелюбодей. И поэтому всю молодежь он пустил на страшные дела. Я вообще не касаюсь. Побыли в церковь, ушли, я никого не знаю, никогда никому не звоню. Я за целый год ни разу никому не позвонил. Ни разу. Полная свобода. Но обстановку я знаю. Здесь в церковь я говорю, на занятиях говорю. А что я буду ему звонить? Он все слышал. Вот у меня дядя был верующий, крепко верующий. А мой отец так, шатковалка. Они родные братья. Это моё Тихон звать, а тот Степан Дмитриевич. А мой отец Тихон Дмитриевич. И они между собой враждовали. И очень сильно враждовали. Из-за меня. Отец ждал, что я буду коммунистом. Я там помогу 10 детей в семье, помогу другим, буду начальник. Как-то я написал стихотворение такое. Как в басне надо в наш беде случиться. Служить греху смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом. А я нашел воскресшего Христа. И он, отец, преследовал этого брата. Он старше его, старший брат был. Ну и ясное дело, что свободы переходить ему нельзя было. Отец, а он через два дома дальше жил. Тут-то поля между нами растут. Когда отец уже спал, я хоть ползком, но уползу к дяде. А я ещё школьник был. Почему послушать? У дяди были книги старинные. У меня-то дома-то ничего не было. Там псалтырь какая-то была. Да есть порвано там всё. А вот у дяди, у него, он уже обратился, он из старообрядца белокринитской иерархии. Там был журнал, и я там слушал. Меня остановить нельзя было. Отец был против там. Ну что, а то я старался и отца не оттолкнуть. И поэтому работаем, всё. Отец лежит спать, я работаю. А когда я лягу, он этого не видит. А я раз, отец уснул, я пошёл. Пошёл, там у него побуду. Я старался взять. А оттуда тогда уже мой ход начался дальше. И в конце я встретил сам Евангелие. Вот и всё. Так что, на всё надо смотреть так. Сегодня нет, а завтра может быть. Если семя посеяно, на двое, 50%. А если ты в огороде не садил, один бурьян будет расти. Поэтому сей, говори. Вот люди даже, бывает, где-то уходят. После встречаются, что, ой, как я жалею. Я ушёл. У меня так всё не ладится. Я не знаю, что. Да я ушёл туда, так, баптистом, адвентистом. То есть, я иногда их встречаю. Ни одного пока за 53 года не было, чтобы он ушёл. Мы знакомы были, и у него было как-то лучше. Нет ничего. Они как будто с обрезанными мозгами. И, как правило, от которого у меня ходили в университеты, там, где я преподавал, они слушали. А когда он разобидится и говорит, да я и до встречи с вами знал. Всё это. А ходил, записывал, сидел за партой. Знал. И Господь как будто бы ему обрезает мозги до того время, когда мы не встречались. А там ничего и не было. И он теперь в мир идти боится. И здесь глохнет, и ничего у него нет. И он ничего не может сделать с собой. А другой так. Он много знал, преподавал. Преподаватель был в университете. Преподавал у баптистов. И когда обратился в православие, он теперь везде подчеркивает. Вот мы с Игнатием Тихоновичем встретились там-то. Вот сидели, беседовали. Меня Бог коснулся. Я всё оставил. У него просто море информации. Он работает теперь, трудится с священником православным. Его Бог обильно благословляет. Он не отрезает то, где он получил. Это не я делаю это. Это от тебя зависит, будешь это вспоминать или нет. Если я тебе сказал, что смотреть о браке, о бракососочетании, и когда зайдёшь на наш форум, форум, я вам скидывал данные, и вы там только зарядите, справа написано общий поиск, не по темам, а поиск общий. И там сразу рамочка будет. Зарядите, напишите бракососочетанием. И когда у тебя всё это будет с женой вместе, как её звать-то? Нина. Нина, у меня, Нина, сестра моей жены. И вы тогда всё время помните это. Скажи, вот там-то мы узнали, там-то увидели. А я всегда ссылаюсь, от кого это взято. И скажете, я это взял от Григория Петрова. Я взял-то там, Яна Златоуста проповедь. Никогда не забывай это говорить. Чувство благодарности Богу. И всегда говори, Господи, слава Тебе. Я не знал, а Ты открыл. И чем больше ты Бога благодаришь, молитва-то наша, она ничего не значит. Она открывает двери молитвы к благодати Божией. И Бог ещё обильнее тебя будет благословлять. Бороду никогда даже волосинки не трогай. Покажи, что ты истинный мужчина. Очень просто. Лучший человек, лучший, высший человек. Это Бога-человек Христос. Он с бородой. Апостолы все с бородами. Посмотри в церкви-то. Ещё она тебе даёт борода. Она даёт мне уверенность, что я в малом верен. В малом. А кто в малом верен, Бог многое открывает. Слушаю. Игнатийович, у меня одна просьба есть. А можно так? Ну, это, в принципе, лично такое. Можно, чтобы эта сеть не выставлялась? Нет, это отдельно спросите. Когда мы закончим, уйдём только тогда. Потому что это выставляется. Перерывать нельзя. Вы можете там написать в конце. Краткими словами я вам отвечу и всё. В скайпе. Там, так, по видео, по скайпу, да? Да, можете не по скайпу, здесь написать. Где сейчас вот вы, выше на меня, в конце брякнете. И там это, напишите, что надо. А я вам тут же отвечу. Кратко. Я укажу, где этот материал. Я к чужим не обращаюсь с ресурсом. У нас огромный сайт. Огромный видеоканал. Я на свои материалы обращаюсь и говорю, где искать. Мы со всего мира всё собрали к себе. Не, ну да, там, вы уже, в принципе, на эти вопросы отвечали. Но я просто вас лично хочу попросить кое о чём. Ну, пока тайны никакой не надо. Запомните, никакой. Если тайну делаете, потом уже всё. Для себя. Тайна может быть такая, которая касается другого что-то. Другого, да. Да, не меня, то есть, я просто человека не спрашивал, а он потом скажет, зачем и так далее. Да, не надо, поэтому никогда не надо. Мне тайны не нужны. Мы всё записываем и выставляем. Я не вырезаю, не подрихтую. Как есть, так и отдаю. Потому что люди находят в этом утешение для себя. Так, ну, в принципе, на все вопросы, что я хотел услышать, вы мне уже ответили. Ещё на этот вопрос, что вы ответили, знаете, до вас ещё, ну, когда я не слушал ни вашей проповеди, ни видео, ни смотрел, ничего. Ну, вот как можно сравнить, знаете, вот есть ручеёк, течёт маленький, да. И горная бурная река сейчас вот прошло. Вот после, как мы вас узнали, с вами начали, ну, читать все проповеди, смотреть все видео. И начинает очень много, конечно, открываться. И ещё ты сейчас понимаешь, что раньше, в принципе, я вообще ничего не знал. Сейчас начинаю изучать все, смотреть все. И смотрю, конечно, ещё очень-очень много ещё надо прочитать, очень много надо знать. То есть, то, что вы делаете, вот эти видео, это очень помогает у всех эти проповеди особенно. Ну, по жизни даже. Я сейчас представляю, называется занятие в Потеряевке, и будет 120 с лишним. Вы там столько найдёте. Они оборваны, потому что там плёнку переворачивали, один записывал староста, и вы так много для себя найдёте. И вот эти даже утренние отчёты, а кроме того, беседы какие, вот вы видели у нас, собрания, занятия. Мы там говорили именно о детях. Вы видите, один выступает, другой, оно слушается легко. На нашем видеоканале, у вас, вы на канале-то и бываете, да? Да, я кругом, в принципе, бываю. Все вот эти и в Майлеру, и на Ютубе, я все просматриваю их. Занятие где-то в 28-е, кажется, было последнее выставлено. Да, занятия, которые потеряю в Киотове, я каждый день буду выставлять. Их будет 120. Теперь, я вот сейчас, вы позвонили, а я насчитываю стихи. Мои стихи. У меня 3467 стихотворений. Это, я их выставляю по два каждый вечер, ну и считайте сколько. Это полторы тысячи, триста, четыре года буду выставлять каждый день. Четыре года, а вы в них столько найдете в стихах в этих, если знаете Писание. И стихами-то назвать нельзя, это проповеди в стихах. Я в курсе. Ну, все, не буду отвлекать вас больше снять. Пославу, Боже, у нас нынче, если кто спросит, там, насчет крещения, не крестят нигде. 10 июля будет крещение в Потеряевке, кто готовится. Ну и день деревни будет в мае месяце, сейчас вот уже пригласительное даем. Наша деревня, там, 20, получается, шестой год будет. У меня сын тоже еще старше некрещеный, но он тоже вот хочет сейчас где-то будут покреститься. Но, после меня не получается, он бы, конечно, с удовольствием к вам поехал с женой своей, потому что они, вас Максим, он вам как-то писал, потому что он знает, он все знает, все просматривает, он очень Бога любит вместе с женой. Я вам маршрутку сейчас скину, маршрутку. Мы его с удовольствием встретим, он такой у вас предприимчивый, где бы не поехал, все знает. Таких людей мы с удовольствием приняли бы. Не пьет. И он очень Бога любит, знаете. Да, да. И вот вы ему эту маршрутку дайте и скажите, еще время есть июль, не июнь, а июль. Так что, если у него время будет, он бы приехал, пожил. У нас тут новоселок, который будет, может, что-то по строительству, да и вообще посмотреть. Может, понравилось бы ему у нас. Детей лучшего места просто не найти. Все верующие, учителя верующие. И видите, у нас серьезно все, не так, что пришел и ушел. Ну, все тогда, с Богом. Да, слава Христа, с Богом. Да, помилуй Господу. Все, обещайте.